ЗВОНОК В ДВЕРЬ Странно всё это. Уже звонок на урок прозвенел, а учитель в класс не заходит. Ничего странного, Эви. Может, встретила по дороге в класс кого-то и заболталась. Никитос тоже, похоже, заболтался с кем-то. До сих пор его парта пустует. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло, Никита Бублик на проводе. Водает. Ты где, Никитос? Чего это у тебя голос такой сонный? Что? Не смешно, Никитос. Ты чего там блеешь? Уже уроки в школе начались. Правда, учитель ещё не пришёл. Никитос, не смешно. Да, действительно не смешно. Получается, я в школу проспал? Ну, ты, конечно, даёшь, Никитос. Сегодня же диктант по Рузьязу намечался. Давай быстрее дуй в школу. Ладно. Сейчас свою козу покормлю и примчу на второй урок. Что? Козу? Что ещё за коза? Ничего не понял. Говорит, козу покормлю и приду в школу. И ещё это, мекал мне в трубку. Как мекал? Да вот так. Ме-хе-хе-хе. Понятно. Раздвоение личности. А вы обратили внимание, что Кристины нашей тоже сегодня нет в школе? Крис точно опаздывает. Это неудивительно. Кристина берёт трубку. Похоже, тоже проспала. Схожу к её маме в приёмную. Узнаю, где Кристина. Вот даёт Эви. Пошла Кристину сдавать с потрохами. Может, её мама и не догадывается, что её дочка всё время опаздывает. Кристина мама секретарь директора школы. Она всё про всех знает. Тётя Зина, это я, Эви. Тётя Зина, а вы где? Может, в кабинете директора? Странно. Нигде никого нет. Доставай ты уже, мама! Первый раз тебя такой уставшей вижу. Уже полчаса тебя за ноги тяну, а ты всё встать не можешь. Доченька, ещё пять минут посплю. Да какой пять минут? Уже двадцать минут, как уроки в школе идут. И я сегодня, кстати, из-за тебя в школу опоздала. Как двадцать минут, уроки идут. Я что ж, получается, проспала? Ой! Что, ой, мам? И вообще, где ты вчера была допоздна? Доченька, я была на свадьбе у директора нашей школы. Кстати, дорогой зритель, если ты ещё не смотрел эту серию, как по мне, очень смешную, то обязательно посмотри, вот где-то тут должна сейчас выскочить подсказочка. А чтобы не пропустить новые серии нашего канала, обязательно подпишись и нажми на колокольчик. Хорошо, мам, обязательно посмотрю. Только давай, давай быстрее в школу собирайся, а то мне двойку за прогул влепит. Не влепит, доченька, не влепит. Мам, откуда такая уверенность? Дело в том, что все учителя школы ещё спят, а я, я должна была их всех разбудить. Ну что вы, Зинаида, не разбудили? Караул! Сынок, сынок, срочно в школу собирайся. Не скучай, я скоро буду. Да хватит тебе, сынок, с козой разговаривать. Побежали скорее. Пап, а может мне её с собой в школу взять? О, господи! Да вы что, Зинаида, как же так? Дети в школе сами? Уже выбегаю. Ой, нужно им позвонить. Да, Дина Григорьевна, сидим тихо, как мышки, и ждём вас. Очень тихо, Катюш, я скоро буду. Дина Григорьевна сказала, что диктант будет на следующем уроке, и чтобы мы сидели тихо. А пока её не будет, нам нужно объявить самых умных зрителей нашего канала. Фух, хоть на свою рубрику успела. А на этой неделе самыми умными зрителями стали Анна Липс, Пинк Рум, Валерия Жуковская, Дарина Новосад, Анетта Мирская, Яна Мазлоева, Мария Близ, Даша и Маша сестрёнки, Татьяна Мерлина и Александра Ходорева. А вот и я, дети, Дина Григорьевна. Что, дети, у меня что-то с прической? Дина Григорьевна, у вас что-то с одеждой. Всем привет. Дина Григорьевна, прикольный прикид. Да, я... Да вы не переживайте. По сравнению с нашей математичкой, у вас ещё строгий деловой костюм. Ну, а пока учителя собираются, ловите домашнее задание. Рисование, физкультура, русьяс, музыка. Как думаешь, какой урок у нас следующий? Оставляй правильный ответ в комментариях и становись самым умным зрителем нашего канала. Ну, а на сегодня всё. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok